2,5 миллиона сумма немалая, но неоспоримые плюсы нового автомобиля никто не отменял. Посмотрим, какие модели можно сегодня приобрести за эти деньги в самом востребованном классе кроссоверов. Начнем с Kia Seltos. Кореец оснащается атмосферным бензиновым мотором объемом 1,6 литра, мощностью 123 л.с. Привод передний. За 2,5 миллиона можно позволить себе не механику, а классический шестиступенчатый автомат. В комплектации будет также система курсовой устойчивости, датчик давления в шинах, кондиционер, аудиосистема и 6 динамиков. А это недавняя новинка. Cherry Tiggo 4 Pro. Под капотом полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. Привод передний, коробка, вариатор. В наш бюджет вписывается топовая комплектация, в которой будет люк, система кругового обзора, дистанционный запуск, обогрев всех сидений, руля, форсунок омывателя и лобового стекла, беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль и мультимедиа. Рекомендованная розничная цена 2 миллиона 400 тысяч. И завершает обзор еще один китаец, Geely Coolray. Он оснащается полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. Привод передний, коробка, семиступенчатый робот, дорожный просвет 180 миллиметров. За 2 миллиона 470 тысяч рублей можно получить панорамную крышу с люком, подогревы форсунок, зоны покоя стеклоочистителей, руля и всех сидений, парктроник плюс камеру заднего вида, штатную противоугонку, цифровую приборную панель и мультимедиа-систему. Итак, за 2,5 миллиона выбор открывается широкий, от бюджетных корейских вариантов до топ-комплектаций моделей из Китая. К примеру, Cherry Tiggo 4 Pro самый доступный в тройке, но самый упакованный по набору оборудования. Единственный момент вариатор, который очень не любит бездорожье. Впрочем, машина явно рассчитана на гаража. На ту же аудиторию ориентируется и Джили Кулрей. За наш бюджет оснащение будет не самым щедрым, но набор все равно вполне достойный. Чего нельзя сказать о Селтасе. Плюс-минус за эти деньги кореец будет в скромной базовой версии и с начальным, откровенно слабым для паркетника двигателем. Зато к машинам от Киа в нашей стране давно привыкли. Ну а что касается цен, в салонах могут они оказаться даже меньше, ведь дилеры заманивают скидками и рассрочками. Так что иногда стоит потратить время на поиски. Сэкономить можно прилично.